Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами поговорим о внешнем USB SSD диске Ingelon, который я купил для использования в сервере умного дома Home Assistant на базе Raspberry Pi 4B. На мой взгляд, такой вариант носителя это самый надежный и быстрый для использования в таких целях. Также для наглядности я провел целый ряд тестов различных накопителей на портах USB 2.0 и 3.0. Приехал жесткий диск в мягком чехле с клапаном, предназначенный для переноски и выполняющий защитную роль при пересылке. Корпус полностью металлический, качество изготовления на высоте. На крыше даже стразик приделан. Кстати, продавец сдает опцию заказа собственного лого на корпусе гаджета. Диск не такой маленький, как может показаться на фото в магазине. Длина корпуса более 7 см. Ширина около 2,5 см. А кому очень интересно, то вес диска без чехла 45 грамм. Для масштаба размер диска рядом с флешкой аналогичного объема. Итак, корпус целиком металлический. Покрыт матовой краской. В штатной конфигурации украшен стразиками надписями USB 3.1 с указанием объема. При желании можно заказать свою надпись или логотип. Под крышкой металл корпуса отполирован до зеркального блеска. Вообще, все выглядит очень красиво и достойно в руках держать приятно. В отличие от большинства USB и SSD, этот диск имеет встроенный разъем, а не слот для подключения кабеля. Принцип подключения такой же, как и у флешки. Я решил провести тестирование скорости на различных вариантах носителей, которые можно использовать в одноплатных компьютерах, таких как Raspberry Pi. Накопители для слота microSD. Три разных производителя карт памяти. И модуль eMMC на 8 гигабайт. Три USB флешки, которые попались в футбол. Все USB 3. Слева направо Silicon Power и EAget на 16 и 128 гигабайт. Все будет измеряться дважды. Сначала на USB 2.0 для чего используется внешний картридер. Во всех тестах будут использоваться 500 мегабайтные блоки. И на USB 3.0 для чего будет использоваться встроенный в ноутбук картридер через переходник, под полноразмерную SD-карту. Модуль eMMC на USB 2.0 слева показал скорость 21 мегабайт в секунду при последовательном и около 8 мегабайт в секунду при рандомном чтении. Что интересно, скорость последовательной записи такая же, как и чтение, а рандомная порядка 5 мегабайт в секунду. При тесте на USB 3.0 скорость последовательного чтения увеличилась более чем вдвое, а рандомного примерно на четверть. Последовательная запись уже отстает от чтения и в среднем составляет порядка 30 мегабайт в секунду, а рандомная в среднем не изменилась. Для карт памяти методика аналогична. Внешний картридер режет скорость до USB 2.0, а внутренний картридер позволял более полно раскрываться скоростному потенциалу носителя. Первая карта SanDisk с Алиэкспресс на 16 гигабайт. USB 2.0 скорость последовательного чтения весьма схожа с модулем eMMC порядка 21 мегабайта в секунду, а рандомная ниже всего 5 мегабайт в секунду, а вот запись заметно ниже в среднем в два раза, чем у eMMC. В USB 3.0 скорость последовательного чтения существенно выросла более чем 80 мегабайт в секунду, а рандомного выросла незначительно. Последовательная запись превысила 30 мегабайт в секунду, приблизившись к показателю eMMC, а рандомная практически не изменилась по сравнению с 2.0. Карта AlphaWise GearBest на 32 гигабайта. На USB 2.0 показывает чуть более 20 мегабайт в секунду на последовательном и всего 3 мегабайта в секунду на рандомном чтении. Запись весьма печальна, 3,0.3 мегабайта в секунду соответственно. USB 3.0 получше, тут последовательное чтение вырастает до более чем 85 мегабайт в секунду, но рандомная так и не пересекла отметку в 5 мегабайт. Последовательная запись в среднем не дотягивает до 20 мегабайт в секунду, а рандомная вообще весьма печальна. И карта Samsung на 32 гигабайта с Алиэкспресс. Она практически аналогична с андиску по чтению. На USB 2.0 только скорость рандомного пониже. Зато существенно лучше в режиме записи, тут она ближе к показателям eMMC. Порядка 20 мегабайт последовательная и 3 мегабайт в секунду рандомная. USB 3.0 лучшие показатели среди тестируемых карт. Последовательное чтение в среднем порядка 90 мегабайт в секунду и рандомная более 8 мегабайт в секунду. Запись более 33 мегабайт в секунду последовательная и более 3 мегабайт в секунду рандомная. Для флешек алгоритм замера сохранен, но тут не нужны картридеры. Используются разные USB порты. Соответственно второй и третьей версии. Это флешка от E-Aget на 16 гигабайт. Скорость последовательного чтения на USB 2.0 тут почти вдвое выше, чем на картах памяти. А при рандомном выборе блоков падает менее чем до 5 мегабайт в секунду, в среднем до показаний самих карт. На USB 3.0 последовательное чтение достигает 150 мегабайт в секунду. Рандомное всего в районе 7 мегабайт. Последовательная запись превышает 36 мегабайт в секунду, а рандомное чуть более 1 мегабайта. Следующая флешка с маркировкой SP, подозреваю, что силикон пала. Показала на USB 2.0 чуть получше показания как последовательного, так и рандомного чтения. Зато запись тут значительно хуже. В среднем 8,0,2 мегабайта в секунду соответственно. USB 3.0 интересный результат. Скорее присущий картам памяти, а не флешкам по чтению. А вот запись худший в результат в общем тесте. Хуже, чем на 2.0 у предыдущей флешки и карты Samsung. И последняя флешка этого теста. Тоже ягетно на 128 гигабайт. Она показала хорошие параметры при последовательном чтении и записи. Порядка 40 и 37 мегабайт в секунду. Но довольно посредственные результаты при работе с рандомными блоками. Чуть более 3 и примерно 1 мегабайт в секунду. USB 3.0 при последовательном чтении показатель превысил 100 мегабайт в секунду. Но при рандомном всего 4,5 мегабайта. Последовательная запись близка к 70 мегабайт в секунду. Такого показателя еще не было. И около 1,5 мегабайт в рандомном режиме. И наконец герой обзора. Здесь то же самое. Сначала тест на USB 2.0, что будет показательно для Raspberry 3.0. И на порту USB 3.0, что даст понимание, насколько шустрее работа будет на Raspberry 4.0. Итак, последовательное чтение и запись на USB 2.0 находятся на уровне 45 мегабайт в секунду. Если параметры чтения сопоставимы с флешками, то по записи вне конкуренции. Если сравнивать с картами памяти, то более чем в 2 раза быстрее. Показания при работе с рандомными блоками тоже в топе тестирования, слегка уступая в записи только EMC модуле. Для USB 3.0 параметры последовательной чтения и записи тоже с запасом бьют предыдущие рекорды. И составляют более 300 и порядка 250 мегабайт в секунду соответственно. При работе с рандомными блоками чтение более 13 мегабайт в секунду это также лучший результат. А вот запись EMC показала чуть выше скорость. Но все остальные носители значительно медленнее. Для понимания тест скорости внутреннего SATA SSD диска ноутбука. Благодаря шине передачи данных тут в разы выше скорость работы с рандомными блоками. Но вот скорость записи последовательных фрагментов даже ниже чем у героя обзора. Кому интересно, это сравнительные графики для всех носителей. Можно наглядно увидеть разницу. Но в качестве вывода можно утверждать, что установка SSD даже в порт USB 2.0 не только существенно повысит надежность, но и даст прирост скорости. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Все свежие новости, а также интересные распродажи акций и купоны по тематике умного дома можно почитать в моем телеграм-канале. Ссылка в описании под видео. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok